Я принимаю нормальную позицию. Кстати, тема очень интересная. И так много хороших подборок видео. Такие подборки классные. Я сейчас смотрела еще раз семинары. Кстати, всем добрый день. Уже много народ идет. Добрый день. Добрый день, коллега. Я смотрела еще раз перед семинаром все видео, и так стало смешно, потому что у нас в чемпионате все эти ситуации были, и они как всегда спорные. Если ты не знаешь правил, то, конечно, попадаешь в такие. Всем добрый. Кто-то Кирилл, фамилии не знаю. Уважаемые гости, я вас Алексею вижу, Базурина, Коршунова вижу, Сокола, Артем, это ты? Супрекова Анатолио. Добрый день. Далина Буханова. Да, мне добрый день. Всем добрый день. Я просто кого знаю точно, да, вот говорю, у кого и Рашула, Шамана. А вот кто, у кого не написано, к сожалению, не могу узнать, кто. Маркуция-то там, спасибо. Смотрю, где девочки подключаются, смотрят. Это наша молодая перспектива. Отлично, успехов. Судят и грек-римскую, воним, кстати. 26 участников. Ну, все, с вами две минуты. Мы начнем. Ну, кто пока есть, я расскажу, что вчера у нас была судейская комиссия Международной Федерации. Мы обсуждали многие вопросы, вот, и опять мы готовимся ко многим семинарам. Если, не дай бог, не начнется наше соревнование, мы планируем, как бы, что будет дальше. Значит, в России узнавали у многих стран, у кого проходит уже соревнование, у кого не проходит. Вот, у нас только на этой неделе закончились соревнования по вольной борьбе, по греко-римской борьбе. Участников было, как ни странно, очень много. 350 человек в одном, 330 в другом виде. И это очень было приятно. Вот. Хочу сказать, что в Украине тоже прошло ряд соревнований, и греко-римская, и вольная, женская. У нас уже, получается, два возраста мы закрыли. Это кадеты, юниоры. Сейчас проходят, будут проходить соревнования по возрастной группе Ю-23. Поэтому тоже. Да, и не только у вас. Я сказала о том, что и в Армении много прошло, и в Беларуси прошли соревнования. Ну, из русскоговорящих стран, кого я знаю, мы обсудили в Европе, как ситуация. Да, в Тунии намного лучше. Сурсы начались тренировки. Прошли игры стран Балтики. Да, да. Да, тоже. Но участников было не так много, как обычно, говорят. Но главное, что началось. Вот. Поэтому начинаем. Я думаю, начинаем. И уже неплохо. И я скажу, что сегодняшняя тема очень интересная. Я как раз сейчас говорила о том, что рассказываю для новых, только что привыкших. Первое с Россией еще раз показало, насколько эта тема сегодня важна, актуальна. Потому что, к сожалению, эти вопросы всегда встают. Потому что, если вы не знаете правил по этим ситуациям, то, конечно, сложнее все это правильно оценить. Поэтому, ну что, начнем. Ну, во-первых, Рома, Роман, еще раз ты приедешь. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Все наши зрители, участники вебинара. Всем добрый день. Да, очень приятно, что вам будет приятненько. Слава нашу Машкову, олимпийскую арбитрую сейчас выезжу. Вот. Со всеми хочу еще раз поздороваться. Думаю, вы все нас уже знаете, не первый день. Но, если кто-то не знает, значит, меня зовут Арустамян Нароварт. Я являюсь инструктором Международной Федерации борьбы. Со мной мой коллега сегодня проводит вебинар Роман Павлович из Украины, олимпийский арбитр. Вот. Желаю вам удачи. Ну что? Начнем. Начнем. Значит, сегодняшняя тема очень важная и на ситуации выхода за ковер. В каких ситуациях? Когда мы оцениваем выход за ковер? По каким критериям? Вот. А мы сегодня будем обсуждать. Вообще, что такое выход? Когда считается выход? В каком случае является атакой, засчитывается атака, в каком случае не засчитывается атака. И это всегда, конечно, вопрос, к сожалению, очень сложный, потому что край ковра – это самая нелюбимая, наверное, позиция судейской команды, потому что всегда вызывает много вопросов. Но, слава Богу, у нас сейчас на многих соревнованиях ставят камеры и не одна. Вот у нас сейчас на юниорских соревнованиях были две камеры. Это, конечно, очень помогает в решении челленджа вопросов, потому что у нас было очень много ситуаций, когда, с одной стороны, ты видишь одну оценку, и она кажется правильной, но как только ты смотришь на эту же ситуацию с другой камеры, ты видишь вот эту долю секундное, но опасное положение или, наоборот, отсутствие опасного положения, ты можешь, конечно, принять правильное решение. Что дают еще? Да? Это точно, да. Технологии нам в помощь. Помогаю, да. Край ковра точно так же, потому что не будем забывать, мы говорили о крае ковра, о заступах. Еще раз сегодня я повторю, что заступом считается, если полностью стопа вышла за ковер. Значит, если хотя бы миллиметр, полумиллиметра ноги, носка, пальца, осталось стопы на ковре, то это заступом не считается. Значит, были времена, когда заступ считается даже маленьким, наоборот, да, один миллиметр заступил, и это считалось наоборот. Сейчас заступом считается полный заступ стопы. Если оно есть, сегодня у нас будет видео, где кажется, что заступил один, а на самом деле заступил другой, потому что нет полного заступа. И, конечно, это очень спорная ситуация, это очень сложно определить, если арбитр, а он должен быть, да, если он хороший арбитр, он знает, как встать правильно, какую занять позицию, чтобы оценить ситуацию правильно. Мы сегодня проведем анализ различных ситуаций, у нас будет много видео, и, конечно, в конце вебинара у нас будет опрос, на котором вы сможете уже сами принять участие и показать свои знания края ковра. Значит, если, как мы определяем, да, заступ, и, как я уже говорила, как мы это оцениваем? Первое. Борец, который попал за оранжевую зону, почему я именно это выделала специально, оранжевая зона, да, за нее, потому что очень часто вот слово зона защиты, у нас неправильное понимание, и ее понимают как зона защиты, это оранжевая саму зону. Но это называется зона пассивности. Значит, за оранжевую зону, как только вы заступили, то есть зона защиты одной ногой полностью в позиции стойка, потому что с позиции портера у нас совсем другие оценки и другая позиция. Без выполнения приема вы проигрываете один балл. Что случается, если спортсмен заступил? Вот дальше мы смотрим, да, заступил и сделал техническое действие. Заступил, но все равно, значит, посадил спортсмена на, перевел портер на два балла. Заступил, бросил на пять баллов. Или заступил пассивный борец, но атакующий борец сделал оценку. Что в этих случаях происходит? По пунктам. Значит, если вы являетесь атакующим борцом, вы заступили полностью, да, полная стопа, вы заступили и сделали бросок, то оценивается бросок. Если вы являетесь пассивным борцом, вы заступили, арбитр не останавливает, ждет атаки, значит, атакующего борца. Неважно, атакующий или борец, а пассивный борец заступил. Главное, оценка технического действия. Если произошло техническое действие, два, четыре или пять баллов, в этом случае дается оценка, а не заступ. Неважно, кто первый, кто последний. Но, если атакующий борец в обоюдном захвате заступил, но не бросил, он проигрывает балл. Это очень важно. Или пассивный борец заступил, попробовал сделать контратаку, не получилось, он проиграл. А что такое обоюдный захват? Обоюдный захват – это когда два спортсмена лицом к лицу. Это обоюдный захват. И вы в борьбе боретесь, кто кого перехитрит, кто сможет делать атакующие действия. Что такое полный контроль? Это мы сейчас к нему отдельно перейдем. Это совсем другое. Самое главное – не путать одно от другого, что происходит очень часто. Значит, при обоюдном захвате заступил, провел оценку, получил оценку. Если, например, при переводе в порте борец пассивный заступил, и активный борец получил свой один балл, да, уже балл. Но что должен делать судья? Он должен ждать конца атаки в любом сути. Два ли это балла, четыре ли балла, пять. Не спешите давать свисток. Свисток очень губителен для судей, когда мы не знаем, как с ним вовремя обращаться, да, или когда свистнуть. Или когда очень часто многие судьи держат свисток во рту, и он, конечно, нам очень часто свистит. И он свистит, зараза, да? Да, и вот сюда. И вот у нас есть такая шутка, когда он говорит «Ой, свистнул». Значит, и удивляются, почему же он свистнул, а не должен был. Значит, поэтому свисток всегда у нас на краю ковра, в руках, не во рту. Следующее. Когда происходит заступ, что должен делать судья? Значит, каждый арбитр должен находиться, во-первых, в правильной позиции, увидеть заступ. Рукой вы должны, вот видите, к сожалению, мою руку не видно. Вот. Рукой вы должны показать заступ и ждать атаки. Если вы не покажете, что это заступ был, будете ждать конца атаки, она не произойдет, и вам придется дать балл любую, красному или синему, любому из борцов. Что произойдет? Многие тренеры начнут кричать, ругаться, не будут вам верить, кто заступил первый. Но когда происходит заступ за оранжевую зону, то есть зону защиты, вы должны зафиксировать сразу, что зона, да, заступ, и показать себе, для себя, для зрителей, для бокового судья и для руководителя ковра, что произошел заступ. Вы держите руку, держите свисток, никто не свистит еще, да, и в случае окончания действия технического, да, больше, чем заступ, то есть 2, 4 или 5 баллов, вы даете свисток, стоп, и тогда даете оценку. Если действие не происходит, как мы тоже увидим на видео, и происходит атакующий борец заступает, и при этом заходит, например, на ковер, пробует сделать посадку или любое техническое действие, и не может, то вы должны дать свисток и дать балл. Но если вы не покажете, а уже опять продолжится борьба на ковру, и вдруг вы там через 10 секунд вспомните, ой, да, вот, знаете, там был заступ, то, конечно, это будет проблемой. Поэтому, пожалуйста, уважаемые судьи, когда мы четко выполняем свою работу, и претензий, и вопросов меньше, понимаете, да? Поэтому нужно четко, вот это движение рук, значит, разговоры, слова, четкая произнесенная зона, выход, пассивность и так далее. Вот эти все, значит, слова, это вся работа арбитра на ковре полностью, она дает хорошие плоды. Ну, к нам еще наш, да, наш, мой коллега, когда нас называется мой коллега по цеху. Значит, из трубки Международной Федерации, Ибрагим Сесиаглу, Ибрагим, хелло. Хелло, Ибрагим. Добрый день, мои друзья. Добрый день, хелло. Хелло. Как дела? Очень хорошо. А, видите, Ибрагим уже говорит по-русски благодаря нашим вебинарам. Ибрагим присоединяется к вебинару на русском языке, отлично. Спасибо, Ибо. Спасибо, спасибо, добрый работа. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем. Я хотел сказать, что вот сейчас нынешние существующие правила, и конкретно, что касается выходов за ковер, ситуации на краю ковра, они, опять же, направлены на то, чтобы поддержать и дать, скажем так, возможность атакующему борцу завершить действие, заработать отцы. Раньше, да, раньше было наоборот, раньше обязательно было, кто заступил, там, долечку сантиметра все считали с этой линейкой. Сейчас, слава богу, правила в этом отношении очень хороши, и благодаря работе большой проделанной Международной Федерации, и особенно этот пункт, конечно, он исправлен. Исправлен. Переходим далее. Что происходит в случае, если идет у нас обоюдный, да, значит, не обоюдный, извиняюсь, не обоюдный захват, а уже полный контроль. Значит, полный контроль считается только тогда, когда спортсмен, пассивный, да, спортсмен, полностью его туловище, ноги, руки оторваны от ковра, то есть вы его полностью контролируете. Например, если это действие спортера, то вы его поднимаете из спортера, у вас полный контроль, он не касается, он не может делать техническое действие, и в момент атаки вы заступаете, пробуете делать, например, бросок обратный или просто на любой другой бросок, там, например, мельницу в вольной борьбе чаще всего, да, бывает. Вот, например, взяли на полный контроль, на плечи, и многие спортсмены раньше забывали, шли и шли, и забывали, что заступили, проигрывали баллы. Это, конечно, был один такой скандальный встреч, после которой вот очень сильно, ну, наконец-то, значит... Исправили это. Да, заметили грубейшее такое, потому что это жутко глупость ситуации. Поэтому, если вы идете, например, спортсмен, пассивный борец, вы его держите на мельницу, полный контроль называется, да, заступили, и при этом вы не смогли вдруг его бросить, то вы не проигрываете балл. Судья дает свисток, показывает заступ, дает вам делать техническое действие, если вы смогли сделать, вы молодец, если вы не смогли сделать, то дает свисток, показывает ничего, центр и продолжение борьбы. Если при полном контроле вы заступаете двумя ногами, то есть заступили одной ногой, судья ждет конца атаки. Если вы заступились двумя ногами, то судья сразу дает свисток. Но при этом вы тоже не проигрываете, потому что у вас полный контроль, потому что ничего соперник не сделал для того, чтобы вы заступили. Следовательно, свисток, вы показываете выход двумя ногами, свисток, центр. Но, Александр, а есть возможность после заступа двумя ногами действие закончить? Нет, конечно. Поэтому я говорю, что как только заступ одной ногой, судья дает делать действие. Если заступ двумя ногами, судья немедленно должен дать свисток и не давать продолжить действие. Или же в случае, если произошло действие, арбитр показывает ничего, потому что заступ двумя ногами. Ну, если у кого-то будет сомнение, он может бросить челлендж. И тогда смотрит, что сначала был заступ двумя ногами полный, а потом произошло уже за ковром техническое действие. Когда одна нога на ковре, это считается, что вы еще делаете действие на ковре. Когда две ноги за ковром, считается, что вы техническое действие начали за ковром. Это все, что за ковром, оно остается за ковром. Ну, Александр, у нас очень много участников вебинаров. И хочу сказать, что вот то, что мы сейчас говорим, на видео будет очень хорошие, отличные ситуации, которые сейчас вам более точно, более понятно объяснят каждую ситуацию, которую мы только что проговаривали. Почему мы сначала ее обсуждаем в теории? Потому что вы должны сначала ее услышать. У себя она должна засесть, о чем я вам говорю. И когда мы сейчас будем уже смотреть, мы будем четко смотреть каждую ситуацию и ее уже отдельно разбирать. Потому что без практики не бывает теории, к сожалению. И вот на данный момент видео являются практикой, а самая, конечно, лучшая практика, чтобы после просмотра видео мы, конечно, работали на ковре. Потому что после нашего коронавируса, конечно, очень сложно всем вступить в нашу обратную ряду. Поехали. Смотрим один раз и дальше далее мы обсуждаем. Я выключу видео. Смотрите. Значит, вот смотрите, арбитр показал предупреждение бал. Правильно ли это? Смотрим еще раз. Смотрите. Значит, в чем вина борца в красном трико? В том, что он пропустил проход в ноги. Ну, да, вина. Проиграл бал. Но за что ему предупреждение? Покажите, пожалуйста. Если кто специалист, а тут нет не специалистов борьбы, да, я думаю, есть и лучше, даже разбирающиеся, более опытные тренеры. Если у вас взяли одну ногу, полный контроль, ну, полный контроль, я имею в виду не полный контроль борца, да, вы контролируете его ногу. И посмотрите в этой ситуации. Спортсмен на одной ноге, ну, ему деваться некуда. Или пасть на 4 балла, может быть, и на 5, конечно. Или же, конечно, отстаивать максимально на этой своей одной ноге, которая у него осталась. У спортсмена с синим трико, у активного борца, он держит ногу. И что он делает? Он, конечно же, хочет делать бросок. Броска не происходит, но он идет вперед полностью. Это его шаги. Это не движение с синим, он не убегает. Ой, красного, да? Ему деваться некуда. Его толкают, ну, как бы, знаете, над подстанком идти сложно. А тут целых 125 килограмм. Значит, в этом случае, если спортсмен, атакующий, держит ногу, сам толкает его вперед, и выход происходит, то это, конечно, балл. В случае, если борец пассивный разворачивается лицом к оранжевой зоне и сам туда бежит, чтобы не потерять, да, это 4 балла или более балла, то в этом случае только это предупреждение. Пожалуйста, будьте внимательны и предупреждениями не раскидывайтесь, потому что предупреждение влияет на победу, очень может повлиять на победу в конце встречи. Нужно четко понимать, спортсмен бежит или его толкают. Правильно. Следующее смотрим. Что произошло, да? Еще раз смотрим. Немножко зависает, Мандель Александровна. Зависает. Нормально сейчас? Да, идет, идет. Вот это я хочу просто показать момент, остановить. Оп. Видите? У нас была сейчас на первой сфере России ситуация, где многие тренеры не могли понять, был заступ полностью борца, который атакующий в портере. И сейчас многое могут сказать, но синий же заступил первый. Да, но он, во-первых, атакующий борец, во-вторых, это портер. Если колено касается ковра, хотя бы одно, это уже портер. И он является атакующим борцом. Первый в стойке, как было уже сказано заранее, что выход должен быть в стойке, выходит борец в красном треку. Следовательно, он проигрывает один балл в пользу борца в синим треку. Да. Еще раз смотрим. Чем отличается эта ситуация от другого, Роман? В этой ситуации начинал атаку борец синим треку, но красный заступил, вот то, что мы говорили, он по самому краю прошелся, заступил какой-то частью стопы. И вот мы видим, он немного заступает, но при этом носок остается в оранжевой зоне. А синий вылетает полностью за ковер и проигрывает балл. Поэтому в этой ситуации получает балл борец в красном треку. Его нога вышла за ковер не полной ступней. Это во-первых. И во-вторых, смотрите, сейчас многие могут посмотреть, и что в первую очередь подумал. Но это же тоже партер. Смотрите, партер, видите, это не из партера выход, это из стойки. Вот видите, вот я как хорошо остановила. Это действие, начатое со стойки и ушедшее уже в партер. Но, Александр, как раз видно четко нога красного, что окно остается на ковре. Да. Вот в чем вопрос. Вопрос в момент, когда вы должны были выйти за ковер. Вы были в партере или в стойке? Видите, борец в синем треку, он из стойки выходит за ковер, там уже он может хоть в партере, хоть улететь. Да, он даже по части стойки выпал за ковер, так как он проводил... Вот, смотрите, видите, он выпал. Но вроде бы, видите, многие могут сказать, ой, там выход на коленях. Нет, выход из стойки в партер. Поэтому здесь вы оцените. Вот видите, он подбросил, видите, как четко чувствует ковер, боец в красном треку из Египта. Далее смотрим. Вот смотрите, что такое полный контроль, о чем я вам говорила. Полный контроль, когда вы полностью контролируете соперника, и у него тело оторвано от ковра. Смотрим. Видите заступ? Ой, простите, ради... Смотрите, заступ, посмотрите, пожалуйста. Есть заступ. Это еще рука не считается. Вот, уже, видите? Да что же это такое? Смотрите, я хочу остановить, чтобы вы поняли просто, что выход есть. Оп, вот это выход. Да, видите, уже вышла голова, вышли руки. Выход. Что должен сделать арбитр в этой ситуации? Он должен показать и ждать, чтобы все понимали, что уже есть выход. Это не просто выход ладони, который не считается выходом, да? Просто выход ладони, если ладонь вышла, это не выход, даже если полная ладонь. Выходом считается, если вышла уже ваша голова, туловище, да? Вот тогда это уже выход. Вот в этом случае, если техническое действие не будет завершено, то что делается? Красный проигрывает 1-2. Теперь продолжаем смотреть эту ситуацию. Да, да, да. Смотрим вот сюда, посмотрите. И он, посмотрите, полный контроль, и не смог он сделать действие. И что? Видите? В этом случае он должен был проиграть. Понятно? Но борец... Опять же, очень важна позиция судьи. В этой ситуации... Да, и он занял четко... Где ему видно полный обзор, видна ситуация, виден заступ синего, но при этом синий атакующий имеет полный контроль. Да. Вот. Почему не оценили? Потому что, вот видите, две ноги вышли, во-первых. Во-вторых, не было технического действия, он не смог сделать. Но из-за того, что это полный контроль, он не проигрывает бал. Понимаете, да? Но заступ мы уже с вами увидели, что, да, было туловище, было руки. Поэтому вот в это... Для этого нужна фиксация. Вот фиксация рукой, голосом нужно обязательно делать, чтобы все это видели. А это я. Смотрим еще раз. Вот видите, слышно, если я сейчас включу звук, вы услышите, очень быстро видео, вы услышите зону. Видите слово зона? Рукой показывай, уже предупреждаете спортсмена, что зона. Рукой красной, да, показываешь. Вот видите? Красный заступил. Вроде бы, да? Продолжаем смотреть. И заступил. Если бы он не сделал свое техническое действие, вот это был обоюдный захват. По-английски чест, да? Значит, если бы красный не смог после вот этого завершить, и на... И он бы попал, а Роман на сегодня, да, об этом с вами разговаривали. И если бы из-за этой ситуации его бы синий накрыл, видите, синий не заступил. Если бы вот в этой ситуации синий бы его сейчас бы накрыл, потому что красный заступил, было бы сколько баллов? Накрывание 2 балла. Накрывание 2 балла. Да. Почему? Потому что он не... Если из-за этой ситуации он не сможет сделать действие, но накрывание не будет, он просто проиграет балл. Но, так как это у нас действие происходит полностью, мы смотрим действие до конца. Видите? Мы заступим одной ноги. Ноги. Значит, если вдруг при обоюдном захвате два борца борются, и вдруг спортсмен заступает двумя ногами и делает действие, он проигрывает. Потому что двумя ногами не засчитывается. При обоюдном захвате вы не разрешаете делать действие, но спортсмен не проигрывает. При... А... ногами свисток, и он проигрывает обязательно балл. Если заступает одной ногой и делает действие, он выигрывает, вот как в этом случае, да? А при полном контроле, как я уже говорила, значит, еще раз смотрим, заступил и... Заступил и провел действие. И провел техническое действие, да. И не важно, кто является активным, кто является пассивным, как говорят сейчас в борьбе, лишь бы сделать действие. Смотрим. Роман. Вот так. Вот ситуация, которая начиналась, похожая с предыдущим видео, и здесь мы смотрим, что красный, будучи в зоне, проводит попытку технического действия с ковра. Синий, если можно, сделать паузу. Да, я сейчас остановлю. На моменте, когда синий заступает за ковер, заступает за ковер, и он, сделая заступ за ковер, находит опору и оттуда накрывает борца атакующего, который проводил действие с ковра. И мы здесь обязательно смотрим на то, что красный был атакующий, а синий сделал кон прием накрывания из-за ковра. Поэтому синий проигрывает один балл, и проигрывает балл, так как он вышел за ковер первый. Почему, почему, да, на это мы обращаем очень важно ваше внимание, и почему так изменения эти произошли. Потому что для того, чтобы спортсмен на краю ковра рисковал, у него должно быть всегда преимущество. Значит, сейчас по правилам международной федерации всегда преимущество атакующему борцу. Следовательно, атакующий борец является в этом случае красный. Первым заступил борец пассивный синий, и после этого он только его смог накрыть. Если накрывание произойдет без заступа, синий борец будет в зоне пассивности, то есть в оранжевой зоне, и он накроет, то тогда будет два балла. Если пассивный борец, как в этом случае, заступает и только после этого накрывает, проигрывает всегда борец пассивный, и всегда дается преимущество борцу атакующему. Смотрим. Да. Уже греко-римская борьба, и ситуация такая же, как и была в предыдущем видео. Здесь невозможен блок из-за ковра. Борец синим трико находит опору полной ступней за ковер, уходит, находит опору за ковром, и после этого накрывает соперника, накрывает атакующего борца в красном трико, поэтому сначала мы здесь оцениваем выход за ковер. Один балл борцу в красном трико. Наш коллега Роман, надеюсь, вы знакомы с ним. Да, да, очень такая динамичная схватка, хотя весная категория тяжелая, поэтому в этой ситуации Роман немного не успел в ту точку, где был выход, и поэтому... Я хочу поймать момент полного выхода, к сожалению, видите, с этой камеры не так четко видно. Вот она. Да. Вот тут она. Просто она выше... Выход, если в динамике смотрим, это не с колена, а действие со стойки. И она, конечно, очень сложная, поэтому, видите, тяжело успеть увидеть, если, конечно, не находиться в той ситуации. Но, видите, тренер борца из Китая подсказывает, помогает, показывает, что там выход. Но вот благодаря Чемпионат мира Казахстан, благодаря четырем камерам, это, кстати, если я не ошибаюсь, заброну, да, Роман? Да, это бронзовая цель. мы смогли, был челлендж, был просмотрен, и было принято правильное решение, что не повлияло на исход встречи, это очень, конечно, хорошо. Поэтому, в той ситуации, кто первый вышел, то ты проиграл. То ты проиграл, выход из стойки, не из партера, поэтому не путаем. Один балл красный. Это называется обоедение. Смотрим. Видите, заступил красный, но бросил на четыре балла, и борцу в красном трико к четыре балла. Это, опять же, еще раз говорит о том, что на зоне мы поддерживаем атакующего борца, и у него есть отборность. Видите тоже, пожалуйста. Это называется обоюдный захват. Видите, вот, я хочу, прошу, может быть, Вот, кто первый заступил борец? Тут хотел сказать в красный, ну, в красный, потому что сторона красная, да, но в этом случае в желтом трико, да, но борец красный. Значит, вот, он заступил, и он же, и посмотрите, бросает на четыре балла. Какая оценка? Четыре балла. За бросок. Являлся бы он пассивным или активным, это не важно. Посмотрите, далее, смотрим, опа. Очень, очень интересный момент, повнимательнее, посмотрите и поймите ситуацию. Да, жалко, что не, это не на опросе. Начало смотри, да, Александр. Еще раз смотрим. Перепрыгнуло видео. Да, да, нет, не перепрыгнуло, просто у вас, наверное, может быть. Смотрим. Раз, видели? Вот, сейчас я вам остановлю, и смотрите, опа, вот о чем я говорила, если орбитер неправильно сработал, вот вроде он на ход, видите, все правильно, позиция правильная, сторона правильная, все четко, но, что он сделал неправильно, и поэтому, и он тоже забыл, он не зафиксировал выход за ковер. Да, атакующий борец синий, но он должен был зафиксировать, чтобы произошел сначала выход, и только после этого дождаться. Если на ковер сразу произойдет техническое действие, он выиграет. Но теперь смотрим, что тут происходит. ой, 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 смотрим, что происходит. Смотрим, вот, видите, вышел, зашел на ковер, это уже нельзя допускать, все, действие не произошло, действие должно быть сразу, оно должно быть непрерывно с выходом, не произошло действие, все, он уже должен был остановить. И теперь смотрите, что происходит. Совсем другая оценка. Ну, хорошо, что в пользу, конечно, тому, кому его тут должны были дать, да, в пользу красного, но там может быть туши, а это неправильно. но это не важно, хорошо ли не хорошо, что произошло далее. Главное, что вы должны правильно, значит, очень мало, если вы сделаете из там, тех пунктов, которые должен орбитер соблюсти, только один, два или три, или даже четыре, а один не сделать. Вот, он все четко стоит, правильная позиция, правильное место, все смотрит, и он только не зафиксировал выход, и все, и ошибка уже на месте, поэтому вот тут нужно, вот остановить, вот смотрите, где нужно остановить, в какой момент, пожалуйста, вот где нужно остановить, я вам сейчас покажу, все правильно стоит, смотрит, ждет конца, так и все, не произошло действие, да, вот смотрите, все, все, стоп, и вы останавливаете, и даете уже оценку, потому что оценка не произошла. Любой, любой прием, любой прием, то, что мы сейчас, вот ту ситуацию, которую мы сейчас рассматриваем, когда есть заступ, любой прием после заступа должен пройти сразу, любое действие, которое было начато заступ одной ногой, должно быть целое, и должно быть сразу завершено, тогда это возможна оценка. Здесь мы видим, что был заступ, синий, да, продолжил контролировать ногу, но идет время, идет время дальше, у него так и не получается, и судья ждет, 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 свисток должен был быть раньше, как раз в том моменте, на котором остановила Анна Александровна. Теперь смотрим, что такое выход в партере. Вот смотрите, видели? Борец в красном, до этого был, вот видите, это уже партер, вот, пожалуйста, смотрите, стойка, но выхода нет, и тут уже стойка, стойка, здесь партер. Наш коллега из России, Алексей, все четко, правильная позиция, правильное ожидание, край ковра, ждем, не произошло действие, выход спортсмена, потому что он сначала был в партере, в зоне пассивности, и только после этого, в такой же позиции, он и пошел. Смотрим тут, смотрите, вот что неправильно, да, видите, вроде судья правильно ходит, но шаг не туда, и, пожалуйста, уже его чуть не... Вот о чем я вам говорила, посмотрите, как я вам хорошо остановила. Ладонь не является выходом, уважаемые тренеры, судьи, спортсмены, ладонь, вот видите, спортсмен вышел, и что сейчас делает сборная России, она бросит челлендж. И она бросит челлендж, и они бросают челлендж, и, конечно, они этот челлендж проиграют, потому что выход ладонью, это не выход. Видите, арбитр был рядом, он все это видел, вот смотрите, сейчас я вам показать, где я это думаю, вот, вот, видите, и Идрисов тоже, он показывает, что да, выход, и он видел, и судья видел, но, так как судья знает правило, что это не выход, он оценку не дает. Посмотрите, тоже партер на абербурге, партер, да, видите, каждый судья по своему показывает, Карлос, он руками показывает, что выход, партер, вот, многие судьи показывают ничего, и показывают низко руками, без боскетбольного, да, вот этого телебанка, битя, показывают, что низко, что партер, и ничего нет оценки. Смотрим. Опа. Это не позиция партера, потому что действие начинается со стойки, на крыле ковра, и какая оценка у нас идет? Только балл синему. Вы не можете заступить в стойке, видите, в стойке, он же заступил сначала, а потом два балла. Красный преднамеренно, красный преднамеренно опускается после атаки синего преднамеренно опускается вниз на колени и уже из-за ковра проводит атаку свою. Но синий начал действие с ковра, довел до зоны своим атакующим действием и заработал балл однозначно. Так, смотрим. Тут очень спорная такая, да, ситуация. На самом деле, благодаря камерам, благодаря тому, что мы можем посмотреть и увидеть, потому что арбитру сложно, на самом деле, вот в такой ситуации определить, кто первый вышел. Но, если вы видите, арбитр правильную позицию, он отсюда ушел туда, и он прямо стоит перед спортсменами и он видит, ну, как бы максимально сможет увидеть, кто первый вышел, но он почему-то говорит стоп-артер, не могу понять, почему, потому что это полностью действие стойка и, видите, со стойки они падают за оранжевую зону, поэтому это обязательно нужно оценить тому борцу, которому вы увидите, что он заступил первый и оценка в этом случае должна быть обязательна, в нашем случае это, значит, один балл. Здесь вот, да, видим по счету, что как раз, ну, Александр, можно просто вернуть назад? Вот мы как раз видим по счету, кто проигрывает синий, и он как раз в атаке, да, у него и начало атаки, и захват ноги, и потом он доводит до зоны, но красный очень умело защищается, и как раз таки выход со стойки, но надо определить, кто вышел первый, вышел первый синий. Да, если бы, например, было наоборот, то эта оценка может повлиять на победу, поэтому нужно быть очень внимательным в этих случаях, вообще, встречи нужно очень внимательно, как борцам, так и от судья, потому что в любой секунды у нас может произойти, как на Олимпийских играх, волшебные две секунды, знаете, один балл синим, да, спортсмен, посмотрите, здесь красный, то, что мы говорим, вышел рукой, но рука вместе с корой, видите, да, вот я смотрю, вот я смотрю, красного вышла, не просто ладонь вышла, вышло все, все тело, туловище, и еще нога, помощь, на всякий случай, смотрим, еще раз смотрим, смотрим, так, вот где арбитр, не вижу, почему не вижу его, смотрите, сейчас вам покажу, мы видим, смотрим, кто первый вышел, потому что вот еще... смотрите, да, если вы посмотрите его невнимательно, если, например, вы главный судья с признаванием, вот, видите, вот, чтобы доказательство вам было того, что это заступ, нет еще полного заступа, какое, вот оно, видите, его носочек, носок с синего борца еще на ковре, вот прям даже видно, тень, а теперь смотрите, он просто опускает ногу, и у него стопа полностью не вышла, носок еще на ковре, кто вышел первый? Первый вышел, болезнь, в красном тревко, и поэтому, нету результативного, видите, 10, если бы было 10, то было бы оценка, нет, значит, проигрыш 1 балла. Очень должна быть хорошая работа. Опа, почему нету атаки? Вот у нас, кстати, была очень финальная встреча в Нарофоминске, вот у нас первенство России, и вот одна из спорных ситуаций финальной встречи была вот такая. Посмотрите, смотрим, да что же это такое, смотрим, вот смотрите, вам сейчас покажу, вот, да что, мне почему-то, хочется со мной дружить, компьютер, зря, вот смотрите, очень важна, во-первых, работа людей, которые сидят на камере, чтобы они не проглядели, да, вот этот тройковый, успели прогреть, конечно, вот смотрите, выход, вы видите, выход, и вот отсюда, вот если, например, сразу будет отсюда посадка, то, конечно, это два балла, но отсюда еще одной атаки не может быть, даже отсюда, смотрите, видите, арбитр свистит, смотрите, не дает на втором, видите, уже свистит, вы не можете отсюда сделать еще действие, например, полностью человек заступил, вы посадку сделали, и еще два балла взяли. Вы можете только получить за посадку. Тут посадки нету, поэтому арбитр свистит и говорит выход. Ну и опять же мы говорим, что здесь есть выход руки и целого корпуса. Поэтому дальнейшая атака она может считать. Нельзя за ковром, когда два спортсмена полностью вышло у спортсмена, не может быть атака пассивного банка. Еще одна такая же тоже. Надеюсь, участники... Есть оценка. Раз. Смотрите, два балла. И вот отсюда не может быть контратаки, потому что туловище борца в красном трюк полностью вышло за ковер. Если бы в этом случае борцы были бы, вот край ковра, они бы лежали бы боком, и половина туловища была бы на краю ковра, на ковре, то это другой случай. Но в таком случае, когда полностью туловище вышло за ковер, не может быть еще одну атаку. Но, Александр Иванович, скажите, скажите, а если бы в этой ситуации борцов развернуть в обратную сторону, и ноги были бы за ковром? Когда ноги за ковром, возможно атака. Почему? Потому что и то опытный арбитр даст доли секунды на атаку, если не произойдет стойка. Но там атака возможно, потому что что возможно? Туше. А вот в этом случае туше невозможно. Поэтому если туловище вышло за, хотел сказать, за ограждение, хорошо, за зону ковра, значит, действие невозможно. Наоборот, возможно. Вот, да. Верхняя часть корпуса. Смотрим. Оп, видите, вот, вроде к нам спиной, конечно, но четко видно, что туловище уже оп, вышло. Все, вышло туловище, два балла дали, и опытный арбитр даст свисток, он даст свисток, и действия не будет, даже если это действие произойдет, что происходит автоматом. Конечно, желательно дать свисток до начала действия. Да, но даже если не даете свисток свисток, даже если арбитр не дал свисток, уважаемые тренеры, судьи, я очень надеюсь, что тут много есть тренеров, значит, если даже арбитр вдруг не дал свисток, ошибся, и вы посмотрели челлендж, вы, значит, руку арбитра, судейская бригада рассматривает только то, что происходит на ковре. За ковром вы даете только два балла, оценку, и потом вы покажете, что выход, и оценка за ковром невозможна. Да, да. Смотрим, Роман. В этой ситуации мы смотрим на то, что есть оценка за атаку борцов в красном трико, атакующий борец, но атакующий борец, проведя действие за ковер, сам полным корпусом уходит за ковер, и будучи уже за ковром тотал полностью всем своим телом, он дальше проводит еще одно действие, которое, конечно же, не может быть засчитано. Поэтому здесь оценка только первая за сбивание. Два балла красному. Вот смотрите, первая ошибка арбитра какая? Ну, наверное, Что он? Дал свисток. Свисток вроде был не во рту, но... У него, да, у него получился свисток, который был преждевременный, скажем. Да, видите, не нужно дождаться до конца атаки, видите, даже спортсмены, им ваш, вот этот выход, спортсмен максимально настроен на техническое действие. Если действие начинается с ковра, а оно начинается, видите, с ковра, он, видите, его сажает, он еще на ковре, вот видите, оно не начинается за ковром, оно, вот видите, он еще на ковре, его нагады, как я вам остановила, и оно за ковром, посмотрите, где он свистит. Вот, и когда судья свистнул в такой ситуации, а посадки еще нет, к сожалению, вы уже два балла не сможете дать, вы можете дать только один. Поэтому, уважаемые арбитры, И опять же, свисток, который дан, он останавливает встречу и после свистка баллы быть засчитаны не могут. Если судья немножко даст позже свисток, мы можем, технический делегат на соревнованиях может как отменить прием, так и дать оценку. Если свисток был сделан после окончания любого действия. Или в нейтральной ситуации. Вот смотрите. Выход. Видите? Смотрите, выход. Что сделал судья? Что сделал судья? Смотрим еще раз. Тоже здесь опять возвращаемся к тому, что мы поощряем атакующего. Мы даем возможность атакующему взять большую оценку. Поэтому и свисток арбитра должен быть позже. Спешить здесь нельзя было. Видите? Свистнул, и ты уже не вернешь назад. Вы понимаете? Поэтому ждем конца атаки. Даем время, если не сделал. Вы должны или свистнуть в момент, когда атака не началась, или вы должны, конечно, уже не свистеть. Но это у нас практика, практика, практика. Только практика. Мы все люди, мы все можем ошибаться, но мы должны максимально стараться. Стараться. Вот смотрите. Какая-то ошибка. Это грубейшая ошибка. Почему? Потому что эта ситуация, кстати, это изменило исход встречи. Прошу заметить. Значит, вот смотрите. Это что? Это положение туше. Если лопатки на ковре, о чем Роман спрашивал специально, да, чтобы еще раз для вас уточнить. Если лопатки на ковре, ноги за ковром, в душе возможно. А вот если наоборот, то нет. И в этом случае, посмотрите, пожалуйста, почему это происходит. Потому что смотрите, насколько у нас высокий арбитр. И он что не сделал? Не присел. Если вы не присели, если вы не контролируете встречу, он смотрит наверх, он не успевает за ситуацией и дает свисток в опасном положении при счете 7-9. И это повлияло на исход встречи. Поэтому это категорически. Не свистите раньше времени, не торопитесь. Не нужно, смотрите, не нужно торопиться. Мы все успеем домой. Вот видите, он хотел там свистнуть, а свистнул, посмотрите, где. Понимаете? И опять же, смотрите, в чем еще дело, уважаемые наши участники семинара, вебинара. Красный атаковал. Красный начал атаку на ковре. Синий, скажем так, специально смещался, специально уходил за зону. Но Красный продолжал атаковать. И они оба, их корпус, и корпус синего, и корпус красного были на ковре. Поэтому, возможно, было продолжение, возможно, оценка. И, что еще очень важно, возможно, Красный выиграл бы эту встречу, положившись соперника на туше. Смотрим. Почему нет оценки? Почему нет оценки? Потому что спортсменка полностью вышла за ковер, и та тоже уже вышла за ковер. А это действие в партере, и это, считаете, полный выход. И получается, что она атаку начала за ковром, понимаете? Не на ковре. Атака, конечно, была у нее и до этого, но успешные контрдействия борца в красном трико заставили Синюю выйти за ковер. А так как она вышла в партере, за ковер здесь без оценки, но и у Синии нет возможности из-за ковра атаковать. Поэтому наш вебинар сегодня проходит не просто так. Смотрите, пожалуйста, внимательно и слушайте. На самом деле, видео подобраны очень хорошо, и есть разные ситуации, разные моменты. И очень показательно, каждая сторона, вот мы можем детально разобрать все нюансы. Посмотрите, край ковра, смотрим. Кто первый заступил? Это не заступ ладонью, уважаемые судьи и тренеры. Это заступ полностью туловища. Красная она так, видите, она еще в стойке, а синий уже заступила. Конечно, многие могут подумать, что ну как, вот мы паузу делаем, вот как это можно в борьбе увидеть. В правилах, если есть выход в стойке за ковром, арбитр должен определить, кто первый вышел. Поэтому здесь как раз нам идет, нам в помощь видео, нам в помощь возможность сделать замедленную съемку. И здесь мы видим, что синяя спортсменка первая выходит корпусом за ковер, упирается рукой, и дальше уже они оба полностью выходят за ковер. Но так как это было со стойки, обязательно должна быть оценка. Теперь смотрите, видите, они ушли в нейтральном порядке, еще нет ни у кого два балла. Вот если бы сразу была бы, да, оценка, у нас эта ситуация тоже была очень много спорных, и тренеры не могли понять, когда это. Вот смотрите, оп, вышел, а теперь смотри, что делает красный. Понятно? Это не два балла, потому что... Извиняюсь, пошла, 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 ну... Да, вот смотрите, я хочу, чтобы вы это увидели. Вот, и вот посмотрите, отсюда она только потом поднимается на два балла. Но это не может быть такого, потому что они упали в обоюдном захвате только один балл. Роман? Смотрим, смотрим, позиция стойка, смотрим, кто атакующий, смотрим, кто первый вышел. Вот, сейчас мы увидим и определим. Вот в этой ситуации оба борца касаются руками за ковер, но при этом у красного рука даже не полностью вышла, и корпус его находится еще в зоне ковра. А вот корпус синего и рука синего выходят за ковер. Поэтому здесь оценка борца в красном треку. Опять же, мы пользуемся возможностью видеопросмотра, пользуемся возможностью сделать паузу. И самое главное, наши возможности, это судьи, которые судят... Да, и имеют опыт, имеют правильно выбранную позицию, очень важно. Видели? Вот смотрите, арбитра рука. Вот хорошая работа арбитра. Его не видно, но рука видно. Рука есть. Выход есть, он показал выход. И если бы вот выход был бы у красного в этой ситуации, и была бы атака, продолжал синяя, то да. Но так как выход у синего, и дальше он вышел, проиграл и только начал атаку, поэтому он не сделал. Он мог выйти и сделать действие за ковер. Или выйти и сделать без... Видите, это новый захват, новое действие. Если бы он, выходя, сделал действие, например, даже на ковер, то оно бы засчитывалось или за ковер, неважно. Но так как он вышел и начал новое техническое действие, потому что, видите, у него захват ноги. И дальше он начинает новое техническое действие. Поэтому вот, молодец, арбитр, молодец. Но он почему-то ждет. Очень, очень долго ждал. И он почему-то дал не туда. Еще раз уважаем. Все хвалило. Действие должно быть, может быть, засчитано, если оно сделано в динамике после заступа. Если это действие сразу же заканчивается. А это вообще ушло вообще в другую сторону. Но я не поняла нашего арбитра, потому что мы его так хвалили. Хвалили. И в конце он почему-то... Мы его за руку... Мы руку хвалили-то. Да, руку похвалили, но он забыл, что была рука. Ой, тут ряд таких выходов сейчас будет интересных. Вот еще одна из ситуаций, которая у меня сейчас была на первой стороне. Я говорю, все ситуации, наверное, с нашего вебинара были. И они все были спорные. Ну, спорные для кого? Для тех, конечно, кто знает правила. Поэтому все участники вебинара, я вас очень прошу, скажите своим тренерам, судям, спортсменам, всем, чтобы они посмотрели, потому что эти видео очень важны. Посмотрите, где у нас уже... Значит, мы смотрим всегда на атакуемого борца, не на атакующего борца. Атакуемый борец находится на коленях. Умный. 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 главное, чтобы атакуемый был на ногах, вот тогда он будет оттенок. К сожалению, много тренеров из-за того, что часто меняются правила, помнят еще предыдущие правила, еще правила, которые были. Правила, может, меняются, но сейчас Международная Федерация, в отличие, например, от предыдущих многих лет, когда только я начинала, Роман начинал, сейчас столько проходит вебинаров, столько проходит обучение бесплатного, онлайн, сиди дома, знаете, и смотри. Поэтому в наше время, вот сейчас, я считаю, что никому не может быть оправданием, если ты не... Если человек хочет, он знает, видит. И что еще важно, Александр, что правила есть в свободном доступе. Как читаемый материал, так и видео, которые накопились уже с разными ситуациями. Видео, наверное, я думаю, тысячи уже нарезок, по которым можно посмотреть и увидеть ситуации, которые вас там волновали, в которых вы сомневались, которые у вас встречались в соревнованиях, и послушать инструкторов, и разобраться, понять нынешние правила. Было бы желание, было бы желание. Смотрите, теперь, чем отличается та ситуация от этой ситуации? Кстати, страна одна и та же, но поступок разный. Смотрим, он, конечно, хотел, но не успел. Оп! Смотрите, видите, это на краю ковра происходит. Он не ушел с ковра. Он вроде все помнил правильно, но чуть опоздал. Значит, если это начинается в зоне, да, в зоне борьбы и уходит, а тут спортсменам видно, понятно, что он специально упал на колени, и это край ковра, он, видите, вышел, поэтому в этом случае у нас оценка один балл красному. Сейчас там еще концовка будет, мне кажется, более четко видеть, что он поднялся. И еще он, оп-па-ра! Видите? Вот он сейчас, вот он поднялся. Да, видите, он поднялся, как я вам говорила, арбитр ошибся. Значит, Дашу Каджи, да, значит, видите, спортсмен сам удивленный, он говорит, ну как же так, я так старался. Вот, очень приятно, когда многие спортсмены знают, правила, и корректно себя ведут, и корректно спрашивают, корректно обращаются. Я даже, про некорректность даже не хочу обсуждать. Значит, смотрим, распространена ошибка. Смотрите, ой, тут надо включить, почему не отключить, почему не слышно, я очень, не жалко, но посмотрите, тут просто нет, к сожалению, это та же встреча. Посмотрите, посмотрите, ну, уже красный, конечно, возмущен, видно, что, ну, нет у меня звука, арбитр ошибся, еще раз, и оттенил. Арбитр, нет звука, арбитр дал свисток. Да, вот, ну, я даже не знаю, за что, наверное, выход был, нам не видно, но нельзя давать, вот в этом случае, видите, насколько красный борец, возмущен, атакующий, потому что ему этот один балл, ни к чему, если он, видите, он идет на атаку, на техническое действие, и все зрителям нужны действия, и вдруг мы останавливаем, мы оцениваем балл, поэтому, пожалуйста, судей, не свистите, ждите, вот, видите, это атакующий борец, он идет, ищет, ищет атаку, хочет ее продолжить, так как он проигрывает встречу, и арбитр, к сожалению, дал свисток раньше времени. Смотрим. Смотрите. Он делает не специально, это же видно, что спортсмен, ну, как бы падает на колени, потому что удерживает за голову, и хотят, хочет, вот в этом случае, борец с синим трикором может забежать, и это будет два балла, потому что это ситуация партера, потому что колени, если он будет прижать, они прыгают, конечно, рядом где-то, вот, в этом случае, это действие будет два балла, но в этом случае ничего, потому что сначала у нас было партер. Да, ситуация партера, в партере выход за ковер, в партере выход за ковер не оценивается. Смотрим. Непонятно, да, зачем арбитр ждет, он вот тут должен был дать оценку, ну, дать свисток, и сказать, что нет оценки, почему? Потому что заступ, действие не закончилось, видите, заступ он должен показать, и дальше он все, уже не может быть еще раз, вот, посмотрите, он поменял захват туда, потом сюда поменял, там, 10 раз захват поменял, вот, и это не оценивается, и даже вот это не оценивается, и даже вот это не оценивается. Понимаете, просто его вынесли. И Синий в принципе не смог провести действие, да, у него был полный контроль, но действие он провести и закончить не смог. Ну что, готовы? Готовы. У нас порядка 60 участников, я думаю, что как раз мы дошли до самого интересного. Значит, мы смотрим видео, мы смотрим видео, и далее мы даем, два раза смотрим, и я включаю вам опрос, и вы можете дать оценку. Уважаемые тренеры, судьи, спортсмены, пожалуйста, не стесняйтесь, это все анонимно, ответьте, дайте ответ, для себя даже не будете наблюдать. Так, включаем, включаем, поехали. Готовьте свои вопросы, если они есть, буду в конце мы могли обсудить. Где голосующие, должно быть вас много. Я знаю, что очень многие слушают вебинары в телефонах, в пути, в дороге, за рулем, и, конечно, в этом случае очень тяжело голосовать, но... Будьте осторожны на дорогах. Будьте осторожны. Так, смотрим, большинство один балл красному оценили, а другие сказали действие портера. Смотрим. Теперь вместе. Надо закрыть, наверное. Нет, нет, зачем выключить. Закрыть опросник, он мешает... А я выключила. У вас не выключилось? Нет, на экране он. Так, сейчас. О, отлично. Так, смотрим. Теперь нормально? Да. Смотрите, действие началось со стойки и ушло за ковер. В портере он не ушел, не в портере, это уже... Главное, что действие началось со стойки, и это вы выброс, понимаете, спортсмены. Поэтому тут атакующему борту один балл. Извиняюсь. Один балл красного. Ну, не уходим. Готовы? У нас мы объясняли, похожее видео было, мы объясняли. Показываю, делаю вопрос. Готовы? Запускаю. Запускаю. Готовы? Да. Готовы? сказал один балл красному, а кто-то балл синему, а кто-то партер ничего. Сейчас мы посмотрим. Давайте нам правильный ответ, Нина Александровна. Смотрим. Не знаю, почему ничего. Кто-то написал. Где ничего? Вот вам правильный ответ. Действия со стойки, потому что мы смотрим на атакуемого борца. Выход не только ладони, но и головы, посмотрите, и еще и касание головы один балл красный. Поехали, смотрим. Еще раз. Если кто-то был на семинарах, знает. Поехали. Наверное, лучше было бы стой камеры, но... Ну, что есть. Уважаемые судьи, тренеры, вы все должны понимать, когда идет просмотр челленджа, мы, если есть возможность, мы смотрим с двух камер. Но когда закончился челлендж, вторая камера, к сожалению, не сохраняется. И у нас остается всегда в интернете, в отчетах, на сайте Международной Федерации, только первая камера, которая вот передняя. Другой камеры, к сожалению, не остается. Только если во время соревнований сделать какую-то там... Вырезать. Если делегат соревнований посчитает, что это схватка какая-то очень... Ситуация сложная. Значит, один балл красный, два балла красного, и кто-то ответил. Ничего. Смотрим. Молодцы. Кстати, большие молодцы. Все, кто правильно ответил, очень правильно на ситуацию, не обратили внимания на оценку судьи на ковре. очень правильно... Вот, вот, выходит... Скрипнула, извините. Мне уже... Ну, Александр, она с эмоциями смотрит. Да, я всегда очень на соревнованиях. Для меня каждая встреча очень важна, и я ко всем отношусь. Для меня нет такой встречи, что, знаете, вот многие говорят, оп, вот выход. Видите, полный выход. Ждем. Да что за мной? Ну, почему она так не обижалась? Не хочется. К сожалению, в этой ситуации борец с Касом-Трикос Украины, имея очень плотный захват и контроль плотный, не смог заработать сначала два балла и уже потом мог продолжить следующее действие. Но... Уже время. Он и действия не сделал, получается, и два балла. Не оценили бы, потому что полный выход и не ушел. Простите, один балл. Поехали. Поехали. Еще раз. Мне нравится, когда спортсмены заранее почему-то сами оценивают. Кстати говоря, я на этих соревнованиях по Нарапаминске многим тренерам предложила помочь судейской бригаде выйти на ковер, поработать, чтобы почувствовать. Молодцы, Александр. Почувствовать. Да. Но никто почему-то не согласился. Потому что, конечно, это очень тяжелая работа. Секундировать и комментировать работу другого человека очень легко. А самим, конечно, сложно. Во-первых, нужно быть профессионалом. Ну, Александр, мне был случай, пока вот мы сейчас еще наши уже проголосовали. Не, Ром, сейчас покажем и потом продолжим. Значит, 4 балла большинство говорят. Смотрим сейчас. Секунду, Роман. Так. Так, смотрим действия. Заступ и бросок с ковра. 4 балла. Молодцы. 4 балла. Да. Теперь смотрим эту ситуацию. И дальше Роман научит. Опа! Партер или стойка? Вот так интересно. Очень интересно. Для вас специально столько ситуаций найдено, настолько отработано. Очень интересная ситуация. И на самом деле такие оба борца чувствительные и ощущают зону, ощущают край ковра. Поехали. Какая оценка в этой ситуации? Один балл красному, один синему, два балла, партер, ничего. Да, Роман, я тебя слушаю, рассказывай. Хотел сказать, что вот тоже, как и вы, Александр, предложил одному товарищу, тренеру, посудить на соревнованиях. Он согласился, попробовал, после этого говорит, я никогда не буду больше судить, потому что после одного дня соревнований потерял половину друзей. И говорит, я не буду судить, а то я с тем поссорился, тот на меня злой. Так и бывает. Я говорю, но никто не согласился на соревнования. А было очень много народа, тренерский состав. Значит, большинство говорят, что партер ничего. Смотрим. Сегодня большинство наших участников вебинара. Во-первых, партер ничего, потому что синий вообще не заступил, красный сам в партере. Посмотрите, что делает синий. Это просто это сверх показывает мастерство, сверхмастерство это называется. Но даже если бы он заступил, это был бы партер. Почему? Потому что борец в красном трико в партере, если он к нему полностью уже из скобра находится, контролирует его, лежа полностью грудью своего оппонента, выходит, это не выход, это партер. Тут, конечно, безоценки, молодцы. Да, молодцы, очень правильно отвечают большинство наших членов вебинара, участников. смотрим, поехали. А мы еще не посмотрели, Александр, ты уже ой, интересный, Просмотрим. Я думаю, вы можете по картинке определить, не получите. Не надо. У нас многие, так? Ну что, поехали. Выбирайте большую оценку, смотрите за ситуацией. Два, два, два или один. Интересная оценка. Роман вот сейчас думает, уже дали, большинство давали два, и вот я сейчас сидела и думала, после того, как Рома предложил выбрать большую оценку, сколько человек выберет. Выбор два, два. Я просто не знал, что будет оценка два-два, поэтому я не думал, что такая может быть, такой вариант может быть. Здесь, уважаемые участники вебинара, здесь оценка больше имеется в виду, что мы опять же поощряем атакующего и даем возможность ему закончить действие, хотя Красный пытался выйти, уйти за ковер, чтобы проиграть всего балл, но Синий возвращает его на ковер и зарабатывает два балла. Большая оценка, если смотреть между двумя и баллом, но оценка два-два быть здесь не может никак. Поэтому я видела глаза ровные, удивлялся, и понимала, что сейчас многие выигрывают больше. Тоже интересная ситуация, и очень правильная позиция судьи, тоже молодец судья, и подсказываешься, и подсказываешься. Да, молодец судья, все. Сейчас еще раз подсказывай, и не поймут о чем. 1 балл синему, балл красному, 4 и 2 балла. Меня всегда восхищает, я бы очень хотела, чтобы на наших вебинарах онлайн присутствовали тренеры в большинстве, и посмотреть на их оценки, потому что я знаю очень много случаев, когда сидят два тренера, причем из одного региона, одной национальности, и дают категорически разные оценки. А как тебе помнишь история, когда судья дает оценку, а потом сам от нее отказывается, и у него спрашивают, у тебя есть мнение? Да, у меня есть мнение, но я с ним не согласен. Ну, это, конечно, уже, знаете, шутка, уже, знаете, уже шутки, юмор нашего вида спорта, который мы с тобой делаем. Так, 1 балл большинство, вот, есть 1 балл красного, 4 балла, ну, как бы, со всеми, со всеми ответами все согласны. Смотрим, действия смотрим, так, выход есть или нету, и далее смотрим, какая, какая оценка должна быть. Так, смотрим еще раз, что. 1 балл синему, и после этого, дальше смотрите, что идет, он за ковром, полностью за ковром, и вдруг он не может заступить двумя ногами, потом только сделать контратакой или атакой должна быть сразу по заступу. Если вы заступили, поменяли там вашу атаку, поменяли захват, и так далее, поменяли направление, вот это все, значит, вы уже проиграли. 1 балл синему. Так, ну что, смотрим, куда мне идут, почему-то, ну, куда мне показалось. Так, смотрим. Поехали. Восьмое. Один балл, два балла, ничего. Роман, большинство, меньшинство выбирает. Я, кстати, очень рад результатами опроса. Кто-то к нам пришел, United Gold Racing, кто это? Hello. Hello. Алло. Что тут? United Gold Wrestling, who is this? Who are you? Может, это господин президент? Ну, я не думаю, конечно, да. Был бы большой. Значит, один балл красного большинства, два балла. Кто-то ответил, и, как всегда, все совсем согласны. останавливаем, смотрим. Здесь ответов один балл красному и два балла красному почти поровну. Да. посмотрите, пожалуйста. Может, может ли быть тут, вот, сейчас я вам просто остановлю в момент, когда, вот это два балла. Должен быть контроль, уважаемый контроль. Где контроль, если у него рука под контролем? Он не может контролировать, потому что его руку контролируют. И, кстати, еще одна из таких же ситуаций, которые у нас тоже на первом все было, и многие, конечно, вот эта нога очень обманчивая, и многие люди путают, и тренеров, и спортсменов. А контроль, это когда вы полностью контролируете, вы не можете контролировать полностью борца в синем треху красный, так как его руку контролирует борец в синем треху. Это просто один балл красному за выход. Никак не два. Нельзя дать больше, нельзя дать меньше. Нужно дать столько, сколько сколько есть. Заслужил. Сколько заслужил, заработал. Опа! Смотрим еще раз. Я буду остановиться. Поехали. Один балл, ничего, и четыре балла. жалко, что не все, не у всех есть возможность отвечать, да? смотрим. смотрим. Значит, большинство ответил четыре балла красные. Молодцы. Молодцы. Почему? Четыре балла, смотрим, если две ноги заступят, смотрим. Полный контроль есть, значит, даже если он заступит. Ну, Александр, пожалуйста, убери опросник, нам не видно. Сейчас, уберем. Все, убрала. Так, даже если будет заступ двумя ногами одной ногой, не будет чего, не будет оценки, не будет проиграть. Красный не проиграет балл, но, но, если был бы заступ двумя ногами, мы бы не засчитали, но так как тут заступ, видите, вот как он четко, прямо грань-гранью поставил, действие считается, потому что нога на ковре. Четыре балла. Морцыгов, молодец. И предпоследний наш опрос. Ой, опять держу. да, здесь. Так, смотрим. Нужно еще раз просмотреть, Наталья Александровна. Все для вас. Поехали. Интересно. Два балла, один балл и... Ну, Александра, не указано, кому один балл. Мне кажется, это понятно. Нет, вопросники, не указано, кому... один балл синему. Спасибо. Ну, тут совсем уж. Так. Ну что, готовы? Поехали. Большинство ответило один балл любому. Главное, не ошибешься. Тоже хороший вариант. Да, да, да. Смотрим, смотрим. Смотрите, есть ли два балла красного? Нету, потому что нет неполноценного броска, нет опасного положения, что означает, и нет портера, значит, балл за выход. и не было контроля. Не было контроля. и нет контроля, у нас идет обоюзный захват опять рука к руке. Ну, вот, и все. Знаете, так, ну, вот и все. А, еще у нас остался один опрос, который я хорошо, что не забыла. Так, кто вы, да, спортсмен, тренер, судья международной категории и судья национальной. Подведьте, максимально, конечно, это было бы очень хорошо. Ну, может, подожди, побольше времени дать, чтобы наши участники... Попробуем. 50, даже больше участников. Да. Я знаю, что у многих из-за интернета часто сбрасывают из системы, и потом, когда уже к концу семинара бывает, к сожалению, на семинар дальше не запас. К сожалению, очень грустно мне видеть в категории спортсмены ноль. Вот вам и ответ. Кстати, ответило больше народу. Значит, ну, у нас из ответивших 10 тренеров, это очень приятно. Семинар международной категории. Мы не видим ответа, Александр. Мы пока видим только вопросы. Да, но я просто пока еще не останавливаюсь, смотрим. У нас здесь тренеры есть, судьи, спортсмены, есть те, которые не смогли, к сожалению, ответить, но уже радуют, что тренеров увеличивается количество. и это означает, что они нас будут понимать, мы их, и мы будем говорить на одном языке. Так, теперь я останавливаю демонстрацию экрана и идем к вопросу. месяц, они, конечно, они, конечно, не имеют. Сохраните, пожалуйста, эфир. Значит, это дело, к сожалению, не я, это сохраняет Международная Федерация, но все видео, все вебинары есть на сайте Международной Федерации, поэтому все вы увидите там. Так, вопросов нет, это очень хорошо, значит, все понятно, надеюсь, надеюсь, что нет вопросов, потому что всем понятно. Многие виды подтормаживали, многие говорят, это возможно из-за интернета, потому что когда мы проводим вдвоем, поэтому мы на вебинарах проводим не по одному человеку, а двое, чтобы второй участник контролировал и мог видеть, что вы видите. Если у вас, у Романа нормально, а у вас нет, это означает, что скорее всего у вас интернет проблемный. Спасибо, спасибо вам за участие, за потраченное время. Надеюсь, всем было интересно. Кто не успел послушать передачи, обязательно этот вебинар послушаю на любом из языков, потому что будут еще на французском, на французском, и на английском есть, на испанском, да, есть, поэтому четкий вебинар. Делают комплименты, что вебинар был четкий. Спасибо, жалко, не видно, кто пишет это, но всем еще раз спасибо, Асиф, и тебе тоже, привет. Вот, очень приятно, что многие коллеги, особенно судьи олимпийской категории присутствуют, потому что они хотят быть все время в форме, информированы, и память, она такая штука, всегда забывается. Вот, поэтому до скорой встречи. Учиться никогда не поздно. Всем здоровья, всего хорошего, успеха. Пока-пока, Роман, спасибо. Ой, подождите, до свидания, до скорой встречи. До свидания. До свидания.